Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро всем из Киева! Продолжаем изучать Тору в Киеве. Что и в Киеве, и во всем мире, да, получается? Через Фейсбук мы изучаем Тору во всем мире. Что интересно, как раз сегодня, сегодня как раз начало сегодняшнего отрывка Эсхитас, что как-то Цемакцедак спросил своего дедушку, Альтера Ребе, основателя Хаббада. Он его спросил, смотри, вот есть такой комментарий, что написано, что и жил Яков 17 лет в земле Египта. И там есть комментарий Бааля Турима, что это были лучшие годы в его жизни. Лучшие годы в его жизни. И он спрашивает, как так может быть, что лучшие годы жизни Якова, Исраэля, который вообще это был самый близкий к Богу, то есть называется народ Израиля по его имени. Аврам Иска, и Яков, который стал Исраэлем. И лучшие годы его жизни были в Египте. Как это может быть? Не в Израиле, хотя до этого он жил в Израиле, а именно в Египте. И ответил ему Альтера Ребе. Почему? Потому что в Израиле, в Израиле он передавал всю ту Тору, которую он накопил в жизни, передавал своим детям. То есть он послал вначале Иуду, он построил там место такое специальное, как Ешива, да? Это место, в котором они изучали Тору. Они прямо там погружались в божественное знание. И он говорит, в этом смысл же в жизни человека. Не в том, где он физически находится, а в том, где он находится духовно, и насколько он близок к Богу. И вот эти 17 лет, они были для Якова самые были сильные, самые близкие к Богу, когда он и получал, и передавал божественное знание. Поэтому это были высшие годы его жизни. И я вот, это метод Хаббада, я помню, когда я жил в Тиве, я все время хотел переехать в Израиль. Я считал, что вот если ты еврей, то ты должен, как Авраам, стремиться в Израиль. Бог ему сказал, выйди, иди в Израиль. Если ты еврей, то ты должен стремиться в Израиль, потому что Бог вывел, сейчас мы будем читать, еврестий народ из Едипта, и сказал, идите в Израиль. И потом, когда евреи отказали заходить в Израиль, он их на 40 лет повернул то поколение в пустыню, и все умерли. То есть у меня была такая как бы идея, что главное это стремиться в Израиль. А вот я теперь понимаю, из-за этого комментария у любавичестих, у хаббадников, да, у них главное это стремиться к Богу и к Тории. А где ты в этот момент находишься, не так принципиально. Это как их подход, как Ицхак, он копал колодцы Авраама, там, где он находился. То есть идти вглубь, вглубь своего духовного развития и присоединяться к Богу, и не важно, где ты находишься. Важно, сколько времени в день ты посвящаешь связи со Всевышним. Вот отсюда они эту идею взяли. Я сразу приступаю к отрывку сегодняшнему из недельной главы, потому что это один из самых важных разговоров за всю историю человечества, который произошел и повлиял вообще на весь мир, на все мироздание, на историю вообще человечества. Вот этот вот разговор, который мы сегодня прочтем про него, написан в книге Шмот, первая глава. И, значит, давайте послушаем. Это разговор между Богом и Моше Рабейну, Моисеем, где он, Моисея, направил в Египет. Давайте вдумаемся в каждое слово этого разговора. Значит, Моше, как мы знаем, Моше Аяруэ Эт Цон. Моше был пастух. Это очень интересно, что пастухом был также Авраам, пастухом был царь Давид, пастухами были Ицхак, Яаков. Значит, есть в этом что-то, да? Быть пастухом. Поэтому называется, например, во многих авраамических религиях, тот, кто ведет людей за собой, священник, называется пастырь. Почему он пастырь? Пастух. То есть, они хотят быть пастырь, пастух. Ну, то есть, так они произносят. Значит, Моше был пастух, и он пас скот и тро своего тестя, который был когда-то священником Медьяна, но потом он оставил идолопоклонство, и его выгнали. Его выгнали вот эти вот племена медьянские, это были дети и кочевники, они служили идолом, и они его выгнали, значит, сказали, мы не хотим служить единому Богу. Кстати, интересно, что эта же история повторилась потом при возникновении мусульманства, когда пророк Мухаммед, он сказал, надо служить единому Богу, то его изгнали из Мекки, потому что в то время на вот этом вот, что у них Кааба, этот камень четырехугольный, там стояли идолы, и они, эти племена, они служили разным идолам. Вот история повторяется, как очень похоже и близко. Значит, он пас скот вот этого тестя своего, и он пошел в пустыню, пошел далеко в пустыню, и приблизился он к горе Всесильного в Хореве. Значит, это Рашинамус Натуре говорит, гора не называлась гора Всесильного, она так называлась, почему здесь в истории так написано, что потом именно на ней было дарование Торы, и потом ему Всесильный открылся на этой горе, поэтому она здесь названа гора Всесильного. До сих пор спорят, что это за гора, и есть которые в Египте организовывают подъем на гору, на которой был этот разговор, но большинство таких вот специалистов, они говорят, что это не та гора. Но есть которые говорят, что это та гора, и египтяне очень на этом хорошо зарабатывают, потому что туда идут постоянно туристы, очень прекрасно, когда есть хорошая достопримечательность. Но была там какая-то гора, гора Всесильного, значит, сейчас мы узнаем, почему точно неизвестно, что это была за гора. И показался ему посланец Всесильного Малах. Малах это ангел, дословно по-русски мы говорим ангел, но на еврейском слово Малах, оно идет от слова посланец, да. То есть ангел это как посланец, можно сказать, что любой человек это посланец Всевышнего, ведь Всевышний же всем управляет. Самолет это тоже, можно в какой-то момент он посланец. То есть если он несет послание от Всевышнего, и он идет как-то, ну, по конкретному посланию, да, он может тоже быть ангелом, самолет. И показался ему посланец Всевышнего, как он ему показался, Белабад Эш Метохасне, в пламени, которая поднималась от куста, терновник, терновный куст, и он был весь в пламени. И он увидел это Машер Абейну, Моисей увидел это, и вот этот куст пылает, но не сгорает. Огонь не съедает дерево, как газовая горелка такая, да. Значит, хорошо. Кстати, Любавич Стеребе говорит, что вот это качество, которое мы сейчас увидим в следующем отрывке, оно именно выбрало Машер Абейну, это была его главная движущая сила. Значит, и сказал Моше в этот момент, а ну-ка я сейчас отойду, сверну я со своего пути, и увижу, что это за великое такое вот явление, да. Почему это не сгорает куст? Что это за качество? Качество любопытства и желание понять, как оно работает, как работает это мироздание. Это желание, которое отличает людей, выдающихся от менее выдающихся и от совсем не выдающихся. Есть люди, которые все время, они гонятся только за получением каких-то удовольствий, материальных благ, и у них нет интереса понять, а как оно все работает, кто это все создал, почему оно так работает. У них нет вот этого вот исследовательского любопытства, которое заставляет человека взглянуть на себя, на свое мышление, на мироздание и дойти таким образом до духовного центра и основы всего. И у Машера Бейна это было. Он говорит, что это такое? Сверну-ка я посмотрю, почему это он горит и не сгорает. И тогда Вайра Ашем Кисар Лерот и тогда увидел Бог, да, Бог, что он свернул, чтобы посмотреть и возвал к нему Вайкра. Вот мы как раз называемся, наша платформа называется Вайкра и Возвал. Да, это слово переводится и Возвал. То есть наша задача, чтобы создать условия, чтобы через преподавателей Торы сигнал вот этот от Всевышнего, он дошел до каждого, у кого в душе есть вот эта искра, которая зажигается, когда начинает разговор идти про Всевышнего. Эта искра, она внутри пробуждает у человека духовную силу. Значит, Бог увидел, что Моше свернул со своего пути, то есть выключил Камеди Клаб и переключился на Вайкра, образно я сейчас говорю, да, и и возвал к нему Всесильный из куста, да, из этого куста рождался голос и сказал, Моше, Моше, он ему сказал, Моше, Моше, или там Бабкен, Бабкен, Елена, Елена, например, да, Светлана, Светлана, Алла, Алла, и так далее, да, а то он, ну это сейчас я в шутку говорю, а Бог сказал, ему из куста раздался голос, Моше, Моше, и сказал он, Инени, он говорит, вот он я, то есть вот это вот слово, вот он я, да, Инени, мы сейчас говорим, Инени, Муханам, Мизуман, когда приступаем мы к выполнению заповеди, то самые такие правильные, продвинутые люди, да, которые выполняют заповедь, они перед заповедью говорят, перед выполнением, Инени, вот он я, Мухан, Умизуман, готов и подготовлен, собран, выполнить такую-то заповедь, и потом они выполняют заповедь. На сегодня, вот этот разговор с Богом идет через выполнение заповедей, то есть, когда ты выполняешь заповедь Всевышнего, ты с ним вступаешь с Богом в беседу. И, значит, Мушер Абену сказал, Инени, вот он я, И сказал ему Бог, Он ему говорит, не приближайся сюда обутым, да, сними, сними туфли, Маля Раглеха со своих ног. Тиамакома шерата умет, алав, адмат кодежу. Потому что место, на котором ты стоишь сейчас, земля святая, Значит, я не буду сейчас ходить в глубокие комментарии, почему он ему сказал, разуйся, но по-простому, он ему сказал, выйди из материального своего тела, чуть-чуть, да, то есть, когда человек, например, он закрывает глаза и погружается в свой внутренний мир, то он может ощутить вот этот вот момент, когда он ощущает свое тело и свое внимание, которое прикреплено к телу, и дальше он может выйти своим вниманием, сохраняя ощущение тела, выйти своим вниманием за пределы своего тела, это может сделать любой человек, это несложно. Вопрос, куда выйти? И вся вот это, когда говорят, что там четверо поднимались в пардес, когда говорят слово четверо, там великих мудрецов, они поднимались в духовное место, самое там высокое, которое называется пардес, то имеется в виду не то, что они лезли там на гору Дималай, а потом еще закидывали куда-то лестницу и, значит, выше лезли. Они сидели себе спокойненько где-то, в закрытом месте, да, и с закрытыми глазами, они своим вниманием, своим самоосознанием, своим, вот этой вот точкой сборки, можно это так назвать, они выходили из своего тела и, зная специально есть, что надо представлять, они заходили в те пространства духовные, которые можно назвать пардес, но все это шло через то, что они представляли своим вниманием, и они вот, это как управляемое сновидение, то есть они могли с закрытыми глазами, осознавая себя, свое тело, выходить из этого тела. Это то, что здесь зашифровано словами «сними туфли со своих ног», и что потом перешло в храм, нельзя было заходить обутыми, разувались, делали обливание рук и ног, и потом заходили в храм. Значит, «Вайомер, и сказал Бог ему, да, «Анухи, Элэй, Авиха, Элэй, Авраам, Элэй, Ицхак, Вэлэй, Иаков». Значит, «И сказал он ему, я всесильный твоего папы, я всесильный Авраама, Ицхака и Иакова». Значит, тут мы опять же, мы приходим к тому, что когда мы молимся, и во время молитвы мы разговариваем с Богом, мы говорим, «Бог Авраама, Бог Ицхака, и Бог Иакова». Значит, Авраам, Ицхака и Иакова, эти трое, они были как, они присоединились ко Всевышнему, и они формализовали, и формализовали, можно так сказать, и даже без, и просто формализовали определение Всевышнего, которое пришло к нам в этот мир. Вот так можно сказать. И, значит, дальше оно передавалось в словесной форме от потомков сыновья Иакова, и так дошло до Моше Рабейну. Значит, и он ему говорит, «Я Бог Авраама, Ицхака и Иакова». И написано, «Ваэстер, ваэстер, Моше Панав». И закрыл Моше свое лицо, «Тиаре меабид эль Айлоим». Потому что он боялся взглянуть на Всесильного. То есть, когда ему вот этот открылся, вот эта шла коммуникация, то он, ну, то есть, известно, что вот эти четверо, которые потом поднимались в Пардес, в это высокое место, да, духовное, то один умер сразу. У него порвались все, там, сгорели все проводки между его интеллектом и телом, и у него перегорели пробки. Он умер. Второе написано, «Он повредился умом». Он вернулся в свой интеллект, но у него уже там не сходились все проводочки, и у него картина мира, она была там, ну, сбитая, да, то есть, это называется, «Сошел с ума». Третий, это был Ахер. Он вернулся и отошел от Торы, то есть, он стал человеком, который возомнил себя Всевышним, да, то есть, он стал вместо Всевышнего. Он, когда туда поднялся, он осознал свою божественную связь со Всевышним, и он увидел, что в нем, то, что в нем работает, это и есть, как бы, Всевышний, и он решил, что вот эти законы ему уже не нужны, раз он со Всевышним уже и так объединился. Тоже можно сказать, некая форма сумасшествия. И четвертый, Раби Атива, зашел и вышел с миром, то есть, он зашел туда, посмотрел, как работает, вернулся и продолжал быть Раби Ативой, ничего не поменяв в своем обычном материальном мировосприятии. И здесь, Машер Абей, но когда он приблизился вот к этой вот точке связи со Всевышним, он закрыл лицо, потому что он боялся, что ему сейчас сломают всю его систему восприятия мира. И сказал, сказал Бог, да, смотри, он ему сказал, смотри, я увидел угнетение народа моего, который в Египте, услышал их критик, и, значит, увидел, как их там угнетают, потому что узнал я, да, я дайте это маково, узнал я их муки, их боли, значит, узнал я их боли. Тут интересная вещь, что действительно, когда человеку сильно плохо, он так молится, он так кричит, он так рыдает, у него настолько, он все готово дать, чтобы избавиться от этой боли, я помню, у меня есть одна из таких заметок в телефоне, называется, называется, что я обещал Всевышнему в кресле у зубного врача, мне зуб мудрости пилили, там, два часа мы его пилили, не могли выточить, я в этот момент я молился, вспоминал все свои грехи, ошибки, все свои там, в общем, я просил Всевышнего, что если сейчас эта боль прекратится, то я, конечно, буду совершенно другим человеком намного лучше, чем был до этого, и вот здесь Всевышний сказал Маширабей, но я услышал вот эти вопли и крити народа Израиля, и я, говорит, теперь я знаю их боль, ну, через эти крити познал их боль, и, говорит, и спущусь я спасти его из руки Едипта, и поднять его из этой земли, из Едипетской, в эрец то вау рахава, в землю хорошую, обширную, в землю, текущую молоком и медом, вместо, в котором к наанихите и мари призи ахиви, ну, народы перечисляются, которые там жили, вот эти дети и народы, ваата, это Бог ему сказал, Маширабейну, и теперь он говорит, вот крик цаакат бне истраэль, вот этот цаакат, это как крик такой, да, сыновей Израиля пришла ко мне, и также я вижу тот лахац, то давление, которое египтяне, они их угнетают, то есть получается так, что Всевышний для того, чтобы создать условия для принятия Торы, он еврейский народ отправил в Египет, потому что если нет вот этого лахац, нет молитвы, если нет давления, нет молитвы, если нет боли, нет раскаяния, то есть это была вынужденная мера, как Всевышний вынужден посылать страдания людям, чтобы люди чуть-чуть оторвались от бесконечного погони за удовольствиями и подумали, что у них есть еще душа, вечная жизнь, обязанности по отношению друг к другу, то есть вынужденная мера, Всевышний вынужден через боль показывать правильный путь, это так оно работает, и сказал ему Бог Маше Рабейну, ва та, он говорит, а теперь леха, иди, и я, значит, посылаю тебя к Паро, к фараону, для того, чтобы ты вытащил мой народ, сыновей Израиля из Египта, значит, и сказал Маше, Маше Рабейну, сказал Всесильному в ответ, он говорит, кто я, он говорит, ми анухи, вот это слово анухи, это как кто я, анухиют, это личность человека, это его эго, это его самоопределение, и Маше Рабейну ему говорит, ми анухи, кто говорит, я, значит, что я пойду к фараону, фараон, это был глава, глава вообще самого империи, такой империи зла, маг, там, звездочет, все эти пирамиды понастроил, и чтобы я вытащил сынов Израиля из Египта, он говорит, кто я, как я пойду, вообще, он говорит, о чем, представляете, если бы, если бы в голос вот такой звучит в голове, даже из горячего куста, то не каждый бы, не каждый бы этот голос услышал, понял, и, в общем, Ашар Абейну говорит, кто я, он говорит, кто я, чтобы идти, и сказал, сказал ему Бог, ки-э-е-им-мах, Бог ему говорит, я буду с тобой, я буду в тебе, он говорит, не имах, это как бы в тебе внутри, я буду в тебе, имах, и он говорит, это тебе знак, что я тебя послал, вот, это знак, имеется ввиду, что куст горит, что ты видишь, что в этом мире все не так просто, как ты думаешь, все в этом мире не линейно, не квадратно, не причинно-следственно, это только люди пытаются все запихнуть в эти схемы, а по факту он говорит, видишь, как огонь вот этот горит в кусте, и куст не сгорает, так же я буду в тебе, и это тебе знак, что я, значит, буду, что я тебя послал, и я вытащу народ из Едипта, и будут мне они служить, будут служить они всесильному, где на этой горе, вот он говорит, прямо вот здесь, вот как этот куст горит, здесь они будут служить всесильному, значит, хорошо, и сказал Моше всесильному, ну, говорит, хорошо, вот я, он говорит, приду к сынам Израиля, и я им скажу, всесильный отцов ваших послал меня к вам, а они мне скажут, Машмо, Ума, Машмо, что я им скажу, они мне скажут, как имя его, что я им скажу, это очень интересно, да, Машарабен, он говорит, ну, я приду, скажу, а как, а что, а не просто кто, и сказал ему, всесильный, так скажи сынам Израиля, всесильный, то есть, в Торе упоминается, есть несколько обозначений, которыми Тора называет всесильного, да, Бога, есть обозначение, которое состоит из четырех букв, которое вот здесь как раз отсюда учится, что его нельзя произносить так, как оно записано, то есть, есть четыре буковки таких специальных, это код, и вот здесь, вот здесь написано, так скажи сынам Израиля, вот это четырехбуквенное имя, всесильный ваших отцов, всесильный Авраама, всесильный Исхака, всесильный Якова, послал меня к вам, и это имя, Шмилеулам, и слово навсегда, написано без одной буквы тоже, это же код, это имя скрытое, Везези Хрилли Дор Вадор, и это память о мне, упоминание о мне во всех поколениях, то есть, здесь из этого отрывка учится, что вот это имя четырехбуквенное, которое те, кто не знают, вот сразу можно определить, человека, который о Торе слышал вообще от кого-то, кто о Торе слышал от кого-то, который о Торе вообще не слышал, когда называют всесильного, вот это четырехбуквенное имя, четырьмя буквами, Я, Х, В и Е, да, это вообще, вот тут написано, запрещено произносить, как написано, и когда говорят вот эти Я, Х, В и Е, это люди просто вообще, они к Торе не имели отношения, иначе они бы знали, что Бог лично сказал Маше Рабейну, это имя скрытое, это упоминание обо мне во всех поколениях, то есть, Ют Кей Вав Кей, это имя знают, но его нельзя произносить, понятно, да, идея, значит, это имя мое, которое нельзя произносить, вот, но ты им скажи об этом, и они тогда поймут, что ты действительно в теме, потому что в народе Израиля передавалась эта традиция от Авраама Ицкака Якова, что есть Всесильный, то, что называют сейчас Вселенная, Природа, это имя Элоким, его можно произносить Элоим, это Всесильный, это он создал все законы мироздания, все создал, спланировал, скоординировал, запрограммировал, и оно работает как машина, Всесильный, а есть Ют Кей Вав Кей, это тот, кто это создал, и вот этот Ют Кей Вав Кей, который может, куст горит и не сгорает, там самолет падает, а один остается живой, как было недавно в Харькове, когда там 36 человек погибло, а один остался курсант, который делает то, что нарушает законы природы, это Ют Кей Вав Кей, это вот этот вот Творец, его можно назвать так, есть Всесильный, это Природа, Вселенная, а есть Творец, Мироздание, с которым вот эта вот связь, она была и установлена как раз в этот момент, и говорит Машер Абейну, Бог Машер Абейну, Всесильный, вернее, меня послал тот, кто создал все мироздание, и пусть они не боятся, то есть тот, кто все создал, он, понятное дело, что кто создает правила, он может правила менять, все, удачи, всем успехов, чтобы мы, выполняя законы Всесильного, заповеди, заповеди это законы Всесильного, нашли через молитву, вход, связь с Творцом Мироздания, и когда человек хочет создать в своей жизни что-то принципиально новое, то как раз он и обращается к Творцу, и Творец ему указывает вот этот вот выход за пределы, как действовать вот в этом вот Всесильном Мироздании, все, всем удачи, успехов, и чтобы Всесильный и Творец Мироздания слышал наши молитвы, и услышал, как он услышал сыновы Израиля, так же он услышал, когда действительно что-то каждому из нас нужно, по-настоящему нужно, чтобы Всесильный и Творец это услышал, и выполнил к нашему благу, все, удачи, всем успехов, счастливого хорожения.